МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сохранить и приумножить наши сбережения? На этот и другие вопросы готов ответить управляющий Орловским отделением Банка России. Роман Никольский. Наш телефон 761028. Мы работаем в прямом эфире. Я Наталья Пехтерева. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман Андреевич. Спасибо, что с нами сегодня. Наталья, здравствуйте. Рад быть сегодня в вашей студии. Готов ответить на вопросы, на ваши, на вопросы телезрителей. Я думаю, то, что сегодня вопросов у нас будет много, потому что темы мы с вами собираемся обсудить достаточно интересные, полезные. Будем говорить о деньгах, о том, что интересует нас всех. Но вот для начала, к вчерашнему событию, президент России Владимир Путин заявил, что в ноябре на российском рынке труда наметились риски ухудшения ситуации из-за пандемии. По словам российского лидера, темпы снижения безработицы, которые у нас можно наблюдать сейчас, недостаточны. Нужны срочные меры. Сейчас действительно со средствами у некоторых жителей Орла не такая уж благополучная картина. Ваши оценки каковы? Это действительно так? Наталья, действительно пандемия, это беспрецедентная ситуация, в которой столкнулись не только мы, жители Орловской области, но и вся страна, весь мир. Понятно, что это отразилось на все аспекты общественной жизни, в том числе и на экономические, в том числе и на финансовые вопросы. Именно поэтому правительство, Банк России, разработало целый пакет мер для поддержки людей, для поддержки бизнеса, для тех, кто уже имеет действующие кредиты и имеет сложности, столкнуться со сложностями для погашения этих кредитов. А если у нас какая-то информация, какое количество людей воспользовались этими предложениями, собственно, я предлагаю напомнить, какие были меры у нас? Насколько они были актуальны в то время, вот по вашим личным оценкам? Эти меры были востребованы. Прежде всего, это кредитные каникулы, это предложения по реструктуризации, то есть изменение условий кредита по собственным программам финансовых организаций. И такими мерами воспользовались 5,5 тысяч жителей Орловской области, заемщиков, плюс 400 предприятий малого и среднего бизнеса. По объективным оценкам много это или мало? По объективным оценкам, я бы так мог сказать, что все имели возможность подать эти заявления, то есть здесь заявительный был характер, люди обращались, и был очень высокий процент тех заявлений, которые одобрялись. То есть фактически все заявления были рассмотрены, и большинство из них, преобладающее большинство, было удовлетворено. В этом смысле вот здесь не столько важны количественные оценки, сколько то, что такая возможность была востребована, и ей люди воспользовались, и она была ими реализована. Но ведь мы говорим с вами «была», то есть все, к сожалению, на каком-то этапе у нас завершилось. Временно или невременно, мы пока знать не можем, но вот действительно с апреля по сентябрь действовали меры поддержки. Теперь что, можно ли воспользоваться еще какими-то рычагами для того, чтобы улучшить свое материальное положение, свой бизнес? Наталья, действительно, до сентября действовали эти меры поддержки, предусмотренные законом. Продолжают действовать, предусмотренные кредитными организациями, банками, микрофинансовыми организациями, меры возможности по реструктуризации, по изменению условий договора. Банк России, как единый регулятор финансового рынка, предоставил преференции, послабления для кредитных организаций, для того, чтобы они могли более лояльно, внимательно относиться к запросам заемщиков, физических лиц и бизнеса, с тем, чтобы получить другие, более комфортные условия по погашению кредитов. Изменить условия, продлив срок погашения кредита, уменьшив тем самым сумму платежа ежемесячного. Ну, сегодня мне хочется, чтобы мы побольше с вами поговорили о кредитах. Нужно оценивать свои риски, нужно смотреть, каков он будет в завтрашний день, нужно думать о своей платежеспособности. Как не попасть в ловушку, вот по вашим оценкам? Вроде бы хочется улучшить свое материальное положение, а в итоге можно пострадать. Как этого всего избежать? Наталья, вы затронули очень важную тему, как правильно брать банковские кредиты, вообще пользоваться заемными средствами. Что мы сейчас можем увидеть? Что потребительский кредит по-прежнему актуален и востребован жителями нашего региона. Люди берут деньги в долг. При этом, что радует, это то, что спрос на кредиты несколько изменился. Люди стали брать больше ипотечных кредитов. Что в этом хорошего? И что же в этом хорошего? Это то, что люди улучшают качество своей жизни. То есть они берут кредиты на улучшение своих жилищных условий, другое качество жизни. Тем более ставки у нас были такие вполне приятные. Этому способствовало и снижение ставок по ипотечным кредитам, благодаря в том числе и льготным программам, которые продолжают действовать и для многодетных семей, и льготная ипотека. А другой важный аспект, что заемщики ипотечных кредитов более аккуратные, они более внимательно и, соответственно, подходят к погашению кредитов. Если посмотреть на уровень просрочки вот этого ипотечного портфеля кредитов, то он минимальный, полпроцента, и фактически стабильно около этой цифры и находится. А кто же у нас в зоне риска, кто у нас нестабилен? Может быть, вот есть такая категория заемщиков, которые, к сожалению, берут средства в банки, и потом проблемы и у них, и у банка? Наталья, ну, пожалуй, это те заемщики, которые действуют необдуманно, принимают решение о том, чтобы взять кредит, ну, неосознанно, не руководствуются важными правилами, правильного, если можно так сказать, грамотного получения кредита. То есть вы говорите, есть какие-то правила, давайте мы о них поговорим поподробнее, что же это у нас за правила такие. Первое правило, первое правило заключается в том, чтобы осознать, посчитать вообще, какую сумму из своего бюджета вы готовы выделить на то, чтобы гасить банковский кредит. Сначала посчитайте комфортную для вас сумму. У каждого человека есть необходимые платежи, постоянные, которые он делает, в том числе и на жизнекоммунальные услуги, на семью, свои постоянные расходы. А вот есть ли какая-то цифра, может быть, вы, специалисты, ее знаете, какая сумма от дохода семейного должна оставаться в семье для того, чтобы заплатить кредит? В идеале. Можно я другую сумму назову, процент, так мне кажется, будет удобнее для всех. 30, максимум 50 процентов от своего дохода, это сумма, которая комфортна и безопасна для того, чтобы выделять ее на погашение кредита. Когда вы определили эту сумму, я бы рекомендовал воспользоваться сервисом, онлайн-сервисом, кредитный калькулятор на сайте финансовая культура, это специальный информационно-образовательный портал, который ведет Центральный банк, fincult.info. Там вы можете рассчитать ежемесячный платеж по кредиту, зная, скажем, его сумму, либо наоборот, определив комфортный размер ежемесячного платежа, посмотреть, какой размер кредита, с учетом там срока, предлагаемой ставки, вы можете взять для того, чтобы это было удобно и полезно для заемщика. И, зная вот эти параметры, комфортно для вас размеры ежемесячного платежа, вы можете уже выбрать тот банковский продукт, кредитный продукт, который вам предлагается. А у нас первый звонок, послушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, Масуш. Здравствуйте, меня зовут Максим. Ваш вопрос, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, произошла такая ситуация. Я обратился в банк за предоставлением кредита, но банк отказал в предоставлении и не объяснил причину, по которой было отказано в кредите. Скажите, пожалуйста, имеет ли право банк так вообще поступать и что теперь делать в сложившейся ситуации, потому что кредит все равно нужен? Спасибо вам большое. Да, Максим, спасибо за ваш вопрос. Действительно, такое может произойти в том случае, если вы получили отказ, по закону банк не обязан вам раскрывать причину отказа. Что бы я мог вам рекомендовать? Проверить свою кредитную историю. Возможно, в кредитной истории есть информация о том, что вы не своевременно осуществляли платежи по другим вашим кредитам. Как это сделать? Для того, чтобы проверить кредитную историю, необходимо ее сначала получить. Для этого нужно первый шаг выяснить, а где, в каких бюро кредитных историях хранится ваша кредитная история. Это можно сделать, самый удобный вариант, обратившись через сервис госуслуги в центральный каталог кредитных историй. Вам придет информация в личном кабинете на госуслугах, в каких бюро кредитных историй хранится ваша история. И далее уже обратиться в бюро кредитных историй за этой информацией. Только эта причина может быть или еще вдруг какая-то? О чем мы должны знать? Это одна из возможных и скорее распространенных причин об отказе, потому что банки рассматривают заемщиков как клиентов. Это же их бизнес. И в этом смысле они не склонны отказывать тем клиентам, которые заемщикам, которые будут еще и своевременно оплачивать и являются добросовестными. Прежде всего, нужно проверить этот момент. Но может так оказаться, что человек уверен в том, что он платил по своим предыдущим кредитам, займом успешно рассчитывался, был добросовестным, закралась какая-то ошибка. Это хороший повод вообще проверять свою кредитную историю. Это можно делать бесплатно два раза в год, обращаясь в бюро кредитных историй. Если есть какая-то ошибка, ее нужно точно исправить. Для этого нужно быть готовым предоставить доказательства, документы, То есть все документы лучше хранить. Да, и кредитную историю можно исправить. В том случае, действительно, если есть просрочка по кредиту, была просрочка по кредиту, кредитная история испорчена, какая здесь может быть тактика, стратегия. Нужно улучшить... Как ее исправить, да. Нужно улучшить кредитную историю. Для этого можно начинать просто с небольших сумм, кредиты, займы на небольшой срок, и там спустя два года ваша кредитная история будет восстановлена, и можно будет рассчитывать на получение... То есть брать маленькие кредиты. Да, да, взаймы. Чтобы вам доверяли. И уже рассчитывать на получение более крупных кредитов. Но все-таки разные есть в жизни ситуации. Некоторые люди, попав в какое-то такое сложное положение, вынуждены не платить или вовремя не платить. Есть ли какие-то рычаги поддержки, помощи, может быть, отсрочка по кредитам? Что делать в такой ситуации? Ну, вы сейчас говорите, Наталья, о ситуации, когда долг есть, а денег нет. Да. Прийти и сказать честно, денег нет, платить нечем. Как действовать в этом режиме? Я бы мог рекомендовать несколько шагов, как поступить. Первое. Первый шаг. Вы правильно сказали. Необходимо обратиться обязательно в банк, в финансовую организацию, и честно заявить о том, что есть сложность. посмотреть, можно ли, банк посмотрит, можно ли реструктурировать этот кредит, увеличив срок погашения кредита, уменьшив сумму ежемесячного платежа, с учетом того, а какая комфортная для вас сумма для погашения, там может быть какая-то сумма, ну, меньше той, которая вот первоначально в договоре была отфиксирована. Есть другая возможность ставки на рынке, уменьшаются, возможно, сейчас рыночная ставка будет ниже вам предложена, чем была раньше. Вы тем самым можете уменьшить свой ежемесячный платеж. Либо в этом банке, либо, обратившись в другой, вам может предложить другие условия, более выгодные. Есть еще один возможный шаг, если у вас несколько кредитов, попробуйте их объединить. обратить. И что это даст? Банк, у вас будет, во-первых, вам будет удобно следить за погашением кредитов, потому что будет один график, одна дата погашения, плюс увеличение кредита, возможно, позволит снизить процентную ставку и сократить тем самым платеж. А у нас очередной звонок. Слушаем телезрителя, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина, и вот такой вопрос у меня. Мне бы хотелось узнать мнение Романа о микрофинансовых организациях. Стоит ли пользоваться их услугами, или это все-таки опасно? Спасибо вам большое. На каждом шагу, действительно, у нас, особенно раньше были, сейчас, мне кажется, меньше их. Марина, спасибо за ваш звонок, за ваш вопрос. Я думаю, что он может быть интересен многим телезрителям. микрофинансовые организации, это также участники финансового рынка, с тем, чтобы обезопасить важное, главное правило, наверное, вообще пользования финансовыми услугами, убедиться, что эта организация является легальным участником финансового рынка. А как в этом убедиться? Нужно проверить, является ли это организация, зарегистрирована ли она на сайте Центрального банка, имеет ли она лицензию на осуществление своей деятельности, зарегистрирована ли она в реестре. Сейчас это можно сделать с помощью мобильного приложения ЦБ онлайн, в этом году она запущена, очень удобный сервис, вы указываете на именование финансовой организации и проверяете, получаете информацию, имеет она лицензию, работа ли она. Это первый шаг. Второе, важно определить, на что вам нужны заемные средства, на что бы вы хотели взять заем в этой микрофинансовой организации. Микрофинансовая организация предоставляет средства, займы на разные цели, на разные сроки, их стоимость тоже разная. Очень важно, чтобы каждый финансовый продукт человек использовал осознанно, исходя из его цели. Если это существуют финансовые продукты, которые предоставляются на короткий срок, при этом бывают такие ситуации, когда человеку экстренно нужны деньги. Ну, предположим, заболел у него зуб, услуги стоматолога стоят дорого. Либо ждать, когда зарплата, либо обратиться в микрофинансовую организацию, чтобы очень быстро, быстрее, чем банковский кредит, взять взаймы, оплатить услуги, вылечить зуб, а потом рассчитаться. Важно, что просто вот этими продуктами, так называемыми, займами для зарплаты, не пользоваться, как банковским кредитом. Вы взяли деньги до зарплаты, а пользуетесь, как банковский кредит, в течение года. Он тогда получает вас очень дорогим. А нужно заплатить как можно быстрее, да? Да, конечно. Это вообще любое правило пользования заемными средствами. Пытаться рассчитываться как можно быстрее, когда есть возможность. И у нас очередной звонок, слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Слушаем вас, да. Как вас зовут? Антон. Ваш вопрос, пожалуйста. Да, хотел бы узнать, как вы считаете, упражнение лучше хранить в рублях или все-таки более разумно будет покупать валюту? Что бы вы посоветовали по данному поводу? Спасибо вам большое, особенно сейчас, когда так все у нас меняется. Да, Антон, спасибо за ваш вопрос. Базовое правило здесь сбережений, сохранение своих сбережений заключается в том, чтобы хранить деньги в той валюте, в которой вам предстоит ее тратить. Если ваша цель сохранить ваши сбережения, например, вы планируете отдых за рубежом, вам там, очевидно, понадобится иностранная валюта. И чтобы обезопасить себя от колебаний валютного курса, лучше приобрести валюту сейчас в том размере, который вам понадобится для того, чтобы платить отдых. Тем самым вы обезопасите себя от того, что там изменится невыгодно для вас. А если вдруг кто-то заработать хочет на росте курса, на изменениях, вот сейчас... Да, но это совершенно другая цель. Это значит уже не просберечь это значит про приумножить. Сберечь свое и приумножить. Это все-таки разные цели. А для этого используются разные финансовые продукты. Валюта тоже финансовый продукт, но если просберечь, то это банковский вклад. Банковский вклад. Простой, безопасный продукт, который защищает ваши сбережения от инфляции, от роста цен. Что мы должны знать об этом простом продукте? Все-таки нужно же не просто так прийти, сказать, вот вам мои деньги, и делайте с ними все, что хотите. Нужно также грамотно подойти к делу, все изучить, для того, чтобы и потом тоже выгоду какую-то получить. Не просто так, чтобы же деньги были жали. Ну, самое главное знание о банковском вкладе, то, что сохранность средств на банковском вкладе и проценты по нему гарантированы государством. Независимо от того, что случится, может случиться с кредитной организацией, банк обанкротился, вы получите свой вклад и проценты по нему в общем размере до 1,4 млн от агентства по страхованию вкладов. Они защищены. Независимо от того, какой это банк, то есть все банки, которые в Орловской области, все банки работают по этой системе. То есть можно... Ну вот, чтобы точно убедиться, что называется, со стопроцентной гарантией, лучше всегда при любой финансовой сделке, при любом финансовом решении проверять, зарегистрирована ли финансовая организация в Банке России, в реестре, имеет ли лицензию на успление этих банковских операций. Если речь идет про банк, про вклад, это можно проверить, также состоит ли в системе страхования вкладов, это кредитная организация, этот банк, на сайте агентства страхования вкладов АСВ, государственной корпорации. Вы сделали этот шаг, убедились в том, что ваши средства точно будут застрахованы. Если у вас небольшие сбережения до милиционного 400, значит, пожалуйста, кредитная организация одна, если у вас большая сумма сбережений, тогда можно для еще большей уверенности разместить средства во вклады в разных банках. И у нас очередной звонок. Слушаем здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, я Елена. Слушаем вас. Роман Андреевич, как управляющая отделением Банка России хотела бы спросить, в каком банке вы посоветуете хранить деньги? И поделитесь, пожалуйста, информацией, в каком банке вы сами храните. Елена, спасибо за ваши вопросы. Я храню деньги в российском банке и советую всем тоже хранить в российских банках. Руководствуюсь и сам, и, в общем-то, всем советую следующими правилами. Первое, я еще раз повторю, мне кажется, это будет не лишним, проверить, что этот банк имеет банковскую лицензию на мобильном приложении ЦБ онлайн. Второе, выбрать для себя комфортный срок, на какой срок вы хотели бы разместить банковский вклад, деньги на банковском вкладе. Выбрать тот банковский вклад, на котором вам предлагается наибольший банковский процент. И учесть также доступность, где находится офис, где сама организация, может быть, банкомат, или, если вы уверенный пользователь мобильных приложений, современных гаджетов, если мобильное приложение у банка. И дайте нам еще один такой совет. Имея какую сумму средств, лучше идти в банк, открывать там счет и начинать зарабатывать хотя бы немного. Или можно минимальные суммы. Вот что вы порекомендуете? Накопить и потом сразу большую сумму отнести? Или можно по чуть-чуть каждый месяц? как выгоднее все-таки? Мне кажется, независимо от суммы, деньги нужно хранить на банковском счете, в банковском фладе. И это, по крайней мере, обезопасит от обесценения, от роста цен ваши сбережения, поможет их сохранить. Вот это, да. Накопить сумму, так называемую финансовую подушку безопасности в размере трех, шести ежемесячных доходов. И далее, уже будучи более уверенным, рассматривать другие варианты. Вот вы про приумножить говорили, Наталья, да? Вот начиная с этих сумм уже начинать думать относительно приумножения. Уже пробовать, можно попробовать себя как начинающим инвестором. Вот об этом мы поговорим обязательно после того, как послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня Юлия зовут. Вот у меня такой вопрос, как раз вы говорили в начале про консервисплаты, но я так поняла, что они закончились. Я вот летом не нужно было пользоваться ими, да? Сейчас вот в декабре остаюсь без работы, тут в январе искать работу естественно некогда, и вот хотела воспользоваться, как вот, есть ли возможность такая сейчас это сделать. Вы предприниматель? Нет, у меня ипотека, да, на квартиру. Вот год платила, даже досрочно, а вот сейчас оказалась не очень в выгодном положении. Спасибо вам большое. Ну, мы надеемся, что телезритель оставил свои контакты, можно будет связаться, поговорить. Вот, ну, пока. Да, но я вот на основании той информации, которую сообщила Юля, постараюсь вам ответить. Дело в том, что касается ипотеки, это важное уточнение, ипотечные каникулы были введены законом не только в этом году в связи с пандемией, а начали действовать еще с прошлого года. Такое право у вас есть, возможность есть такая, обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул. Там нужно посмотреть, что послужило поводом, что какая жизненная ситуация возникла, да, там они определены законом. Об этом можно более подробно узнать на сайте финансовой культуры финкульт только инфо, который ведет Банк России. Если эта ситуация не подходит вот конкретно под вашу жизненную ситуацию, у банков есть и свои программы, собственные программы реструктуризации. Банки также заинтересованы в том, чтобы заемщики не попадали в сложные жизненные ситуации. с тем, чтобы они добросовестно, своевременно платили по кредиту. И сейчас, благодаря тому, что Центральный банк предоставил определенные послабления банкам регуляторного характера, банки ориентированы к тому, чтобы лояльно относиться к подобным жизненным ситуациям и рассматривать возможности по изменению условий кредита, например, за счет увеличения срока погашения кредита, что позволит снизить ежемесячную сумму платежа. А заемщику вернуться в состояние, когда он может комфортно рассчитываться по кредиту, исполнять его в соответствии с графиком платежей. Мы обещали нашим телезрителям то, что вернемся к теме инвестирования очень сжато, потому что время нашей программы к сожалению уже заканчивается, так быстро пролетело, поэтому инвестирование, насколько оно популярно в Орле, и собственно что это такое? Это мы вкладываем деньги в ценные бумаги, в акции, в облигации, что это сейчас? Наталья, сейчас действительно инвестирование на рынке ценных бумаг приобретает все большую популярность. Это примечательно и для Орловской области, для жителей Орла. Две цифры. На начало года жителями Орловской области было открыто 6 тысяч инвестиционных счетов, а сейчас на 1 ноября 16 тысяч счетов. То есть за октябрь тысяча счетов, индивидуальных инвестиционных счетов было открыто. Это специальные счета для инвестирования на рынке ценных бумаг. Они там предусматривают для инвесторов налоговые льготы, то есть ты получаешь, зарабатываешь на рынке ценных бумаг плюс налоговая льгота. Интерес в том, что вы можете получить большую доходность, чем банковский вклад. Что важно помнить, что эти счета, сохранность средств на них не гарантирована государством. Это главное отличие. То есть мы рискуем все-таки. Это действительно, это то, что риск по этим средствам действительно высокий риск. Поэтому начинающим инвесторам я бы рекомендовал начинать с небольших сумм, инвестировать средства, начинать со стандартных, понятных, инвестиционных инструментов с более низким риском, потому что по ним разный риск может быть. Наименее рискованные считаются государственные ценные бумаги, ОФЗ, либо корпоративные облигации, акции наиболее надежных эмитентов. Можно узнать о надежности, воспользовавшись рейтингом. Плюс было бы очень хорошо, потому что многие компании-то предоставляют финансовые, пройти семинары, обучение по работе на рынке ценных бумаг. И уже осознанно, осмысленно, зная все особенности финансовых инструментов и их риски, принимать решения на финансовом рынке. Буквально одна минута у нас с вами осталась. Хотелось бы очень быстро с вами, насколько это возможно, конечно, обсудить две темы. Финансовые мошенники, как себя защитить, насколько проблема актуальна для Орла, что нам делать, и кто это, собственно, такие люди, которые нам звонят, представляются, иной раз говорят, что мы такой-то, такой-то банк. Назовите номер карты. Это они? Да, это одни из мошенников, злоумышленников. Нужно сказать, что эта тема актуальна для нас, для жителей Орловской области. Что делаем? Ну, во-первых, мы проводим информационные кампании, разъясняя жителей Орловской области, что такие ситуации есть. Как действует эта схема и как действовать. Важно, если вам... С правоохранителями сотрудничаете в этом направлении? Да, конечно. Это вообще совместная работа. Нужно сказать, что этот соперник очень серьезный и требует совместных действий наших правоохранителей. И еще одна тема. Клиентам банков часто звонят представители этих банков. Насколько это законно? Часто звонить, рассказывать о своих услугах. Можно ли каким-то образом отказаться, сказать, что больше не надо, не звонить и сделать так, чтобы было навсегда, может быть, пойти какое-то заявление написать. Что делать? Чтобы не беспокоили лишний раз. Наталья, самое опасное, это когда вам звонят мошенники, представляясь менеджерами банка и пытаются получить секретную информацию, секретный код. CVS-код. Вот важно, мне кажется, сейчас для телезрителей нам объяснить, что банковские менеджеры так не поступают. И в том случае, если вы такой звонок получаете, для безопасности нужно положить трубку, самому перезвонить в ваш банк по телефону, который указан на карте и выяснить все обстоятельства этого звонка. А что касается банковских менеджеров, сотрудников, то есть они могут звонить, предлагать свои услуги на абсолютно легальных условиях, да? Да. Получается так. Спасибо вам большое за беседу. Я думаю, то, что много интересного сегодня узнали наши телезрители. Приходите к нам еще. Да, спасибо, Наталья, за приглашение. В нашей студии был управляющим Орловским отделением Банка России Роман Никольский, а я, Наталья Пехтерева, с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова